Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим очень вкусный, нежный, тающий во рту торт медовик. Для теста необходимо на водяной бане растворить сливочное масло, сахар и мед. Полностью растворять сахар не обязательно, просто ждем, пока все ингредиенты станут однородными. На это у вас может уйти примерно 10 минут. Снимаем массу с плиты, слегка остужаем венчиком и добавляем яйца. Затем гасим соду лимонным соком и вмешиваем к остальным ингредиентам. Далее просеиваем муку с солью. Муки больше, чем в рецепте не добавляйте, так как тесто должно быть липким. Застилаем противень пергаментом. И распределяем тесто. Можно это делать руками, можно скалкой, как вам удобно. Поверхность слегка припыляем мукой. Я распределяю тесто так, чтобы у меня уместилось 4 коржа. Духовку разогреваем до 180 градусов, режим вверх-вниз. Выпекаем коржи примерно 4 минуты до золотистого цвета. Главное не передерживайте их, иначе они будут сухие. Сразу после выпечки вырезаем коржи и оставляем их остывать, иначе они у вас сломаются. Всего у меня получилось 7 коржей и плюс обрезки для посыпки. Субтитры создавал DimaTorzok Для крема я предварительно на ночь отвесила сметану на марле, для того, чтобы крем был более густой и не стекал. В чаши смешиваем сахарную пудру, сметану и сливки. Взбиваем до пышности. Все, крем готов. Остывшие коржи аккуратно отделяем от пергамента. Остатки коржей отправляем в духовку минут на 5, чтобы они подсушились и стали хрустящими. Собираем торт. Каждый корж обильно промазываем кремом. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Надеваем кольцо, чтобы торт был ровный И отправляем в холодильник примерно на час пропитываться Для декора я буду использовать вот такую упаковочную пленку Гладкой стороной кладем вниз Сверху наливаем темперированный шоколад и распределяем равномерно Пока шоколад застывает, сделаем пчелок У меня маршмеллоу В них я делаю небольшие отверстия, чтобы вставить крылышки из лепестков миндаля И будем красить их Раскрашиваю их я обычными гелевыми красителями и немного разбавляю водой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под сушеные коржи отправляем в чашу блендера Перебиваем до мелкой крошки и отставляем Застывший шоколад отделяем от пленки и режем на небольшие сегменты Торт слегка выравниваем оставшимся кремом и будем обсыпать крошкой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С боков слегка убираем крошку, чтобы приклеить икор на крем Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой тортик получается в разрезе, очень нежный, очень вкусный Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь видео вам понравилось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok